Решить давний вопрос с недвижимостью сейчас стало намного проще. Управление Росреестра по Мариел в честь своего 15-летия проводит акцию по оффлайн-консультации. В целом это 15 часов прямого общения с заявителями в течение трёх дней. Подробности узнали мои коллеги. Пенсионерка Вера Григорьевна сегодня поспешила утром в многофункциональный центр. Она слышала, что сейчас в рамках дачной амнистии можно зарегистрировать право собственности на дачный домик. Пришла узнать, какие и куда подавать документы. Гораздо проще для неё, конечно, оказалось получить консультацию напрямую у специалистов Росреестра на месте в МФЦ. Я, во-первых, по телевизору услышала в программе, что сегодня, 20-го числа, будет Росреест принимать в МФЦ. Вот я подошла, девушка мне всё очень доходчиво, всё очень хорошо объяснила, поэтому всё мне понятно. Даже дали номер телефона, если что-то непонятно, пожалуйста, всегда можно позвонить. Очень часто у настоящих или будущих собственников недвижимости возникает масса вопросов при её регистрации. Ведь в каждом деле есть свои детали, мешающие оформлению. Разобраться с ними гораздо проще при личном общении со специалистами Росреестра. Поэтому в управлении решили провести три дня бесплатных консультаций для жителей трёх крупных городов региона. Специалисты ведомства принимают жителей в главных офисах МФЦ, Вишкороле, Казмодемьянске и Волжске. Клиентоориентированность при оказании государственных услуг по регистрации права и кадастровому учёту является приоритетом в работе управления Росреестра по Республике Мариал. Обратная связь с заявителем, в том числе проведение консультации, позволяет адресно помочь нашим клиентам в конкретных жизненных ситуациях, а также выявить и устранить те проблемы, с которыми они сталкиваются при оформлении недвижимости. Для управления Росреестра это тоже полезный обмен информацией. Собранная статистика вопросов, с которыми жители обращаются в ведомство, поможет отладить процессы оформления документов. Ещё одна живая консультация от Росреестра в МФЦ пройдёт для жителей 27 февраля с 8 до 13 часов. Напомним, что каждый понедельник управление также проводит онлайн-консультации. Связаться по видеосвязи со специалистами можно из многофункционального центра.